Добрый день! Сегодня у нас кубик 3х3 от компании Dayan под названием Guhong. Причем Guhong у компании Dayan уже был много лет назад. Еще до того, как появился легендарный Dayan 5, был Dayan 2 Guhong. Если я не ошибаюсь, конечно, сам этого кубика не имею, поскольку пришел в SpeedCubing позже и начинал уже с Dayan 5. Но, видимо, он был и, видимо, было два поколения, поскольку здесь обозначено, что это третье поколение. Особенностью этой гуong является то, что она 54 мм. И это второй популярный куб такого размера после GAN 3.54M. Коробочка, скорее всего, сделана как классическая была. Опять же, не буду утверждать, но, по крайней мере, дизайн похож. Здесь наверху видим схематическое строение головоломки. Много иероглифов, логотип Dayan. Ну и, в принципе, все. Ну, с трех лет собирать можно. Выпускается кубик в черном пластике и цветная версия. Открываем. Внутри ожидает сам куб. И, кроме вот этой картонной вставки, в коробочке больше нет ничего, даже инструкции. Сам кубик был в пленочке. А здесь вот эта вещь для безопасности. Инструкции нет. Кто также является владельцем этого кубика, напишите, была ли инструкция у вас. Возможно, мне просто не повезло. В принципе, она мне особо-то и не нужна. Но обычно Dayan в свои кубики инструкции кладет. Тот же Dayan 2, Teng Yun. Там аж продвинутые методы по 2 на 2. Все были вложены. EG1, EG2 и так далее. Ну, допустим, что все хорошо. И вот кубик. У Dayan кубиков достаточно много. Но сравнивать я буду... Ну, немного сравнивать. С самой популярной сейчас моделью. Магнитный куб Teng Yun. Первая версия. Да, сейчас уже анонсировали версию 2. И она мне очень интересна. Обязательно приобрету. И обязательно будет видео. Напомню, про что была версия предыдущего магнитного кубика от Dayan. Это то, что различные идеи от различных брендов объединились в этом кубике. Много ругали за плагиат. Но в итоге получился очень хороший куб, который популярен до сих пор. И не стоит каких-то заоблачных денег. Да, это топовый сегмент. Но это там не 4 тысячи, как ганы. Это вполне доступно, но очень хорошо. Гухонг. Будем его просто так называть. Кубик, вероятно, созданный для того, чтобы что-то протестировать перед выходом второго Дайана. Тенг Юн который. И для того, чтобы занять нишу 54 мм. Как я уже сказал, в этой нише есть только Ган. Мне Ган 54 мм не нравится. То есть мне в руки много раз она попадала от различных людей. И ни разу комфортной конфигурации я не встретил. Возможно, она есть. То есть большинство кубиков это были от владельцев, ну скажем так, не очень опытных. Да, но тот же Давид Арзамасцев, который собирает в два раза быстрее меня, в свое время очень хвалил этот куб. И не доверять его мнению у меня оснований нет. То есть кубик-то, наверное, хорош, но просто не мое. Не мое по той причине, в первую очередь, что он маленький. И Ган был единственным кубиком 54 мм, ну из популярных моделей. Какие-то, может быть, еще и существуют. Но они не так известны. И вот Дайан. Чем он лучше Гана? Ну тем, что стоит значительно дешевле. Тем, что он вполне комфортный, приятный и недорогой. 54 мм это тот размер, который мне неудобен. Купить тот же Ган за 2-3 тысячи размером 54 мм и прийти к выводу, что он не нравится, ну это как-то не очень интересно. А купить кубик, который стоит меньше тысячи рублей. Да, то есть можно и даже сильно дешевле купить. Попробовать, ну даже если не понравится, то мы поставим на полочку. Или как сделаю я, я его подарю своему сыну. Ему сейчас 6 лет и такой размер будет для него как раз комфортен. Надеюсь. Посмотрим. Он сейчас не так часто собирает головоломки. Ну вот, будет у него желание. Будет его первый магнитный куб. И кубик вполне достойный. Что здесь особенного? Здесь нет никаких систем регулировок. Совсем ничего нет. Магниты небольшой силы. Уменьшенный размер. И все. Просто хороший кубик маленького размера. Кто-то любит на сборку одной рукой брать кубики меньшего размера. Мои руки позволяют, скажем, делать сборки одной рукой и с кубиками нормального размера. У меня достаточно длинные пальцы. И у меня такой необходимости нет. И как бы при сборке двумя руками такой маленький размер иногда вызывает дискомфорт. То есть я его иногда роняю. Пусть это всего полтора-два миллиметра. Но они ощутимы. То есть если вы не уверенно себя ощущаете с кубиками маленького размера, то этот кубик не для вас. Моим основным он не станет. На нем я, конечно, показал некоторые неплохие сборки, которые, к сожалению, на видео не заснял. Но за 10 секунд сборка была. Не перебил свой старый рекорд, но было близко. Маленький размер. Это большой минус. То есть это ниша кубиков хорошего вращения, но уменьшенного размера. Даян в свое время выпускал Даян 5 размерами 42-50 миллиметров. Какие-то еще. Я вот тоже для сына покупал. Какой-то прям совсем маленький, чуть ли не 40 миллиметров. Даян 5 был. Дорогой, дороже, чем вот этот куб по тем временам. И так себе, если честно. Без магнитов, естественно. То есть это было года три назад. Давно достаточно. Ну а сейчас, хотите попробовать, то вот вам недорогая версия достойного куба. Магнитики слабенькие, поэтому тоже на любителя. Ну, традиционные преимущества Даяна, это бесшумность. Ну, какой-то звук, конечно, есть. Ну, это вам не Шинкшау Легенд, который S. Прошлый был выпуск. Про 3х3. Там грохотание. Тут все тихо, спокойно, комфортно. За чуть больше тысячу сборок пару раз флипнулся у меня уголок. Заводскую настройку не менял. И вот смазывал только густой смазкой. Как бы можно отнести к минусу и к плюсу, но кубик чрезвычайно быстрый. Поэтому его контролировать достаточно сложно. Жидкой смазки здесь не было вообще. То есть первый раз кубик вот я достал из коробки. Он такой сухой весь. Не особо смазанный. Не очень приятный. Но делаешь несколько сборок, и он становится такой мягенький и комфортный. Я поначалу добавил мару. Но контролировать было его очень-очень неудобно. Поэтому после сборок ста, наверное, я перешел только на густую смазку. Использовал синий ган. И вроде бы хорошо. Открутил эту тысячу вполне комфортно. Учитывая, что перед этим у меня был ВАЛК-3 и ЛАЙТ-М. Такой достаточно спорный. Сейчас я взял в руки ВАЛК-3 и ЛАЙТ. И вроде бы ничего. А если вспомнить, как я крутил тысячу, как я без особого удовольствия это делал, то как-то так. Вот так вот берешь уже, когда притер, ты настроенный, найдено идеальное положение. ВАЛК-3 и ЛАЙТ вполне неплохой. Да, но только он стоит там по три тысячи. Так что удовольствие достаточно сомнительное. То есть взять тот же Тандерклаб ВАЛК-3М. Там все хорошо, сразу и дешево. Ну или U-Long 2М. Давайте посмотрим строение. И сравним его с предыдущим ДАЯТом. Мы видим, что для того, чтобы сделать конструкцию дешевле, здесь, видимо, никакого некрашного пластика нет. То есть здесь технологично более сложно. Здесь вот такие вот магнитные капсулки были на Тенгиюне. Сложное строение. Здесь строение чуть проще, но какие-то очертания угадать можно. То есть вот этот ромбик, он очень похож на предыдущую версию. Но остальное достаточно сильно отличается. То есть дизайн переработан. Здесь мы видим вот такую вот еще волнистую насечку на Гухонге. И судя по фотографиям, которые уже гуляют в сети, на ДАЯНИЕ Тенгиюне 2М будет такая же насечка. Вот уголки. Опять же, никакого неокрашенного пластика. Почему тут такая красная ножка, угла. Наверное, так модно. Опять же, что-то есть узнаваемое. Но видно, что все значительно переработано. Здесь сейчас звучит. Я перепутал элементы Большого Даяны и Маленького. Не подходит они кубику. То есть я вставил в Тенг Юн ребро от Гухонга и не подошел. Так что запчасти использовать не получится. В общем, несмотря на вот этот вот маленький размер, Гухонг меня вполне порадовал. Тем более, что я как бы его тестировал больше для сына, чем для себя. Вполне. И для тех, кто ранее собирал немагнитными кубами, перейти вот на кубик с такими слабенькими магнитами, наверное, будет идеально. Особенно, если небольшая рука, то есть это ребенок. Ну и в принципе, вот с небольшой рука. То вполне все будет комфортно. Я не скажу, что этот кубик лучше, чем и Дилонг 2М и Тандерклав В3М. Это нишевый куб. Куб уменьшенного размера со слабенькими магнитами, которые нельзя регулировать. В следующей версии Дайяна будут регулируемые магниты. Что-то может быть еще. Такая же насечка на элементах, волнистая. И я думаю, это должно быть хорошо. То есть здесь бы мне хотелось магниты посильнее. Хотелось бы размер побольше. Ну, я знал, что покупаю. Если вспоминать предыдущий куб от Дайяна, он практически идеален. То есть я им перестал собирать только по той причине, что выходили новые кубы, более дорогие. Я их тестировал. И он задвинулся на второй план. Я его передал жене. Она собирала именно на нем соревнованиях. И когда я активно тренировал большие кубы, там 7 на 7, что-то такое. После больших кубов я брал Дайян. И я не мог его контролировать. Поэтому выбрал себе что-то с более сильными магнитами. На тот момент это был, по-моему, ГТС-3М. Причем с сильными магнитами. На нем я тогда остановился. Сейчас же мой основной куб, наверное, все, если будет ГАН-XS. Не потому что это ГАН, а потому что он меня устраивает. То есть я привык к его матовую пластику. Но Дайяна второго, Тангюна, я очень жду. Как бы возникало желание опять покрутить на Дайяне. Но там еще лежит MGC 5 на 5, MGC 6 на 6. Их надо тестировать. Так что, возможно, я от этой идеи, наверное, откажусь просто из-за нехватки времени. Много чего еще нужно тестировать. Много чего интересного. Ну, а на этом все. Кубик хороший. Визуально его отличить трудно, кроме как по размеру. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok